Какие бывают виды криминалистической экспертизы, что находится в тайном чемоданчике экспертов-криминалистов и как они проводят исследования. Об этом школьникам рассказали в Саровском управлении полиции. Сотрудники эксперта криминалистического отдела объяснили ребятам особенности своей работы, как они делают фиксацию биологических элементов, чем занимаются в химической лаборатории. Тематическое мероприятие приурочили ко Дню российского студенчества в рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант». Возможно, это поопрекается в выборе дальнейшей профессии. Потому что я уже обратила внимание, кто становится экспертом, как они становятся, где обучаются на экспертов. Особенно девочки, которые постарше были, я думаю, они вот как-то интерес в глазах у некоторых промеркнули. То есть, куда многие в их возрасте думают, как дальше учиться, где учиться, кем быть. Возможно, это поможет в перспективе. Эксперты-криминалисты показали несколько интересных вещей. Учебные оттиски обуви и содержимое рабочего чемоданчика, предназначенного для осмотра места происшествия. Школьники самостоятельно попробовали проявить свой отпечаток пальца специальной магнитной кисточкой. Затем ребята отправились на экскурсию по музею МВД. Там же им рассказали о том, как стать сотрудником органов внутренних дел, куда поступить, какие предметы необходимо сдавать на экзаменах. Я пришел сюда, чтобы узнать побольше то, что такое у меня криминалистика. И попробовал, как узнал, как отпечатки пальцев узнают они. И то, что преступникам не так уж и просто не быть скрытными. Узнали много различных вещей, как расследуют криминалистические дела. Также нас ознакомили с отделом химическим. Мне понравилось, как делают отпечатки следов, как делают отпечатки пальцев. И, в принципе, это занятие довольно интересное и сложное. В завершении встречи школьники смогли посмотреть изнутри автозак – специальный автомобиль для перевозки заключенных, подозреваемых и обвиняемых, а также посидеть за его рулем и включить мигалку и сирену. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.